Друзья, перед тем, как вы начнете смотреть этот видеоролик, хочу прорекламировать наш новый магазин NVA Parts MSK. Итак, первое, мы есть уже в инстаграме NVA Parts MSK, можно зайти, ознакомиться с некоторым перечнем запчастей, у нас сейчас огромный выбор по юзетам, всякие стартера, головы, блоки, навесной, в общем, все что угодно. Также здесь можно, например, увидеть, когда мы продаем снятые двигатели, вот этот Cummins, продавался за 150 тысяч рублей, уже, к сожалению, продан. Поэтому успевайте заходить, смотреть, подписывайтесь, может быть, в некоторой запчасти вам будет интересно. Мы даже уже сотрудничаем со многими сваперами, которым нужны всякие там лямбды навесные, там косы, мозги. Также на Авито у нас есть магазин NVA Parts MSK, вот таким вот образом это пишется, запомните. Например, комбинация приборов Toyota Celsior, так называемая приборка, всего лишь 2000 рублей. И телефон, опять же, нашего коллеги Романа, который ответственен за продажу всех запчастей. На этом номере есть WhatsApp, вы можете отправлять свои запросы, что вам нужно, какая запчасть, если чего-то нету под заказ, буквально там день, два, неделя, полторы максимум, любая запчасть будет у вас в городе. Отправка по России, в Казахстан, Беларусь, Украину, неважно, абсолютно в любую страну, в любую точку вы можете купить. Так что подписывайтесь, кому что надо, обращайтесь. Я вас приветствую, дорогие друзья. Представляю вашему вниманию абсолютно новый полноприводный Соболь. У него на одометре 1700 километров. Только-только его купили из автосалона, немножечко переоборудовал под себя заказчик и доехал до нас. Заказчик издалека, из Екатеринбурга. Приобретался, не помню где, не буду сейчас в раздак, в каком автосалоне, но не в Екатеринбурге. В общем, человек приобрел, немножечко уже передел, там задний бампер, багажник, передний бампер лежит, мы его будем ставить. Автомобиль к нам приехал на стандартное переоборудование. Установка V8, автомат, ГБО, кое-какие мелочи. Я хочу вам просто показать, что такое новый Соболь 2020 года. Полноприводный, на родной раздатке, с родным полным приводом, валы. Вот этот двигатель, сейчас я вам покажу. Стандартный двигатель, EvoTec, как его называют. Ну, сами понимаете, это прародитель этого мотора, старый, добрый, ульяновский двигатель. Вот до наших дней, вот это чудо дожило. Электронный дроссель, впрыск, катушка вот здесь вот появилась. Ну, я думаю, вы все прекрасно знаете, что это за мотор. Я не знаю, сколько у него там, по-моему, около ста с копейками лошадиных сил. В общем, не знаю. Сейчас вот мы прокатимся, и вы сами все поймете. И в этом ролике я не только покажу этот автомобиль, расскажу, что мы будем делать, расскажу о своих впечатлениях, но также я в очередной раз затрону тему предпринимательства, бизнесменов в России. В очередной раз отвечая на вопрос, а кто же покупает эти машины, для чего, и почему это так дорого стоит. Как раз вот это тот самый случай, когда человек занимается честным бизнесом, своими руками, и ему такой автомобиль просто необходим. И забегая вперед, скажу, более того, это уже второй автомобиль, а первый полноприводный Соболь отъездил на моторе V8 уже более пяти лет. Так что человек знает, куда он окунается, знает, что, купив вот этот автомобиль, который дорого стоит, уже больше миллиона рублей он, по-моему, стоит, и вложив в него еще миллион рублей, он получит то, что ему нужно, то, что он хотел. И это будет офигенный помощник в бизнесе, который работает, развивается и будет дальше развиваться. Я надеюсь, потому что, как я уже говорил ранее в других роликах, тенденция 21 века, это все-таки предпринимательство. Погнали! Честно скажу вам, ребят, за рулем этой машины неудобно. Здесь, получается, как бы три места, а сзади грузовой отсек, и вот здесь вот стенка. И, по сути, ну, это как стандартная, как будто вот кабина трехместной газели, атантованной. Неудобно, я как-то отвык, что все, next and next, всякие транзиты, крафтеры, спринтеры, очень неудобно. Не знаю, может быть, как-то по сравнению с бизнесом здесь, потому что вот эта торпеда, она рестайловая уже, может быть, рулевая колонка как-то по-другому, но я как-то зажат, мне очень неудобно. Ну и, конечно же, динамики нету вообще, и я не знаю, вы, наверное, слышите все-таки, если кто в наушниках смотрит, вот этот гул, вот этот гул трансмиссии, это просто не трансмиссия, а песня, я вам хочу сказать, это просто песня. Я не понимаю, как люди могут на этом ездить годами, годами просто, вы представляете? То есть вот когда мы переоборудуем, да, хотя бы комфорт автомат, и нажал, она пошла. Пусть там, да, чуть-чуть остаются гудящие мосты, раздатка, но она хотя бы пошла. Здесь же просто что-то с чем-то. Я попробовал сегодня его разогнать где-то до соточки, ну это еле-еле. Вот четвертая, 79, и в гору вот 3100, все, все, 79. В общем, ладно, я не буду больше как бы дальше стебать этот автомобиль, вы прекрасно понимаете, что EvoTec довольно-таки слабый мотор, механика довольно-таки шумная, и тут и так это всем понятно. В целом, в целом, сам автомобиль, понятное дело, новый, еще пока не особо сильно там гремит, ничего, то есть нормально, в принципе, и рулится нормально. Конечно, он задранный, он такой валкий, но руля слушается. Каких-то стуков в подвеске, вот сейчас по кочкам катались, я не слышу. Торпеда, торпеда сделана прикольно, красиво, удобно. Соответственно, есть куча вещевых отсеков, классно работает печка, вот действительно, классно работает печка. Приборка такая же, как на Next, читаемая, информативная. Кстати, вот по поводу руля. Да, руль, руль здесь, а, в двух плоскостях руль регулируется, то есть можно под себя сделать, но мне почему-то кажется высоковато, то есть надо им было спроектировать чуть ниже. То есть это самая низкая точка, но я бы еще ниже сделал, не очень комфортно. Но, тем не менее, регулировка есть, может быть, сиденье, если приподнять, будет еще удобнее. Человек приехал, естественно, как я уже сказал, на установку мотора V8, 3UZFE с шестиступкой, с газ-баллонным оборудованием, с оформлением, плюс мы будем оформлять весь тот тюнинг, который сделал здесь уже непосредственно сам владелец. Бывают люди пишут по поводу старого мотора, продается ли старый мотор. Да, он бывает продается, но данный мотор уже продан. Напомню, что на InvaPartsMSK, ссылочка в описании, это инстаграм-страничка по запчастям. Как только к нам поступает машина на переоборудование, если какая-то запчасть продается, мы тут же выкладываем. И первый, кто написал, написал, позвонил, оплатил, забронировал, все, он забирает этот мотор. То есть этот мотор был продан там за какие-то считанные часы. Вот, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, чтобы не забыть, не пропустить какие-то важные объявления. Это немаловажно. Ну и самое главное, собственно, почему я хотел и в этом же ролике затронуть предпринимательство в России. Владелец данного транспортного средства предприниматель, который занимается бизнесом. И с его позволения я расскажу, это никакой не секрет, человек живет в Екатеринбурге и делает отопление в частных домах. То есть отопление, котлы, обвязка, батареи, водоснабжение, в общем, все, что с этим связано. Честный бизнес, то есть человек занимается проектировкой, человек занимается доставкой, установкой и обслуживанием этих систем, котлов, отопления, водоснабжения и так далее. Это его работа. Естественно, человек заработал себе имя годами, делает качественно, и поэтому люди к нему идут. У человека тоже есть своя некая очередь, поэтому как бы все хорошо. Это уже второй автомобиль у заказчика. Первый он делал более пяти лет назад, его тоже свапнут мотором V8. Делали не мы, после чего человек как бы говорит, да, были какие-то огрехи, я их устранил. И вот купил сейчас новую машину, хочу, чтобы вы ее сделали. Соболи, пожалуйста, учтите то-то, 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 но человек составил свой список на основе прошлого автомобиля, по которому же есть большой опыт. То есть говорит, вот такой-то мотор, такую-то коробку, вот так-то сделать, так-то выхлоп, так-то гбл. Вот все, что, все его пожелания мы учтем и обязательно воплотим в жизнь. Человек понимает, что он купил, то есть он понимает, что он купил именно Соболи. То есть это высокий автомобиль, это какой-то плохо рулящийся автомобиль, как, ну, вы это понимаете, да. Это может быть он там греметь начнет, но заказчик говорит, что мне в бизнесе это очень удобный автомобиль. То есть когда мы едем до какого-то дома, до какого-то коттеджа, дорог нет, ничего нету. Мне, говорит, удобно на понижайках, на штатной раздатке, на прошлом Соболе, человек отъездил уже более пяти лет. На моторе V8 на Юзете ничего не развалилось, ни карданы, ни мосты, ни раздатка, ничего. Он говорит, мне очень удобно. Да, я понимаю его все минусы, мне очень удобно, я буду продолжать заниматься бизнесом, он расширяется. Теперь у меня будут две машины, я буду ездить плюс водитель, мы будем заниматься нашей тематикой, нашим бизнесом. Так что вот так, дорогие друзья, это еще раз я отвечаю на вопрос, уже один ролик был, во втором ролике отвечаю на вопрос о предпринимательстве в России, о том, кто заказывает эти автомобили, и он понимает, за что он платит большие деньги, понимает, зачем он его заказывает, и понимает, что он окупится у него уже сразу, не в плане на тарифах, а это помощник в бизнесе. Так что вот так, дорогие друзья, предпринимательство в России живет, и я надеюсь, как вот эта тенденция 21 века идет, и будет дальше жить и процветать. Перед тем, как завершим этот ролик, ну потому что я уже вам все в принципе рассказал, вы уже поняли концепцию этого автомобиля, вы поняли, что это новый автомобиль, 1712 километров пробега, то есть новый свежий ток-ток из автосалона доехал вот до нас из другого региона. Еще один разгончик, разгончик, смотрите, сейчас с аварички, так, так, поехали. Больше 4000 он не крутится, запрограммировано так. Какой звон стоит от выхлопа, я вообще не понимаю, это что такое вообще? Третья передача, 60. Так, впереди у нас грузовик, но блин, ну вы понимаете, да? Я даже вот перестроится, вот слева у меня машина, вот, Nissan X-Trail, а я даже на любой другой, я бы перед ним бы и туда дальше ушел бы уже, все, меня бы не было бы там. Здесь вообще без вариантов. Вот мы сейчас ехали, и вот просто, вот там впереди едет какая-то там АК, там, 40 метров в час. Вторая, в пол, и ничего не происходит, и вообще ничего не происходит. То есть я пытаюсь его обогнать и понимаю, что моя скорость, быстрее его скорости, она вот на стулечках просто. Я скажу так, это социально опасный автомобиль, поскольку невозможно выйти нормально на обгон, вот просто даже вот по правилам, как вот положено, 90 трассы, мы идем, кто-то едет там 70, мы выходим и не можем ускориться до 90. Я до 90 буду неделю разгоняться на этой машине, так что решение поменять мотор, это очень правильное решение. Единственное, я с заказчиком общался, я говорю, давайте поменяем раздатку. Ну, масса вариантов, выбрать есть из чего, всякий японский там, от крузаков, Lexus, чего угодно. А он говорит, нет, не хочу меня устраивать, да, я понимаю, она гудит, шумит, но я быстро не буду есть, мне просто чуть-чуть запаса мощности, комфорта, надежности. И вот что сказал человек, что V8 кушает топливо меньше, чем родной Evotec или 4216, он кушает меньше, плюс есть комфорт на автомате. Вот так вот, ребят, это невыдуманные слова, это вот за что купил, за то продал. Ну что, ребят, ролик подходит к концу, решил оценить багажник, то есть такой прикольный багажник, полностью застелен алюминиевым рифленым листом. Я так понимаю, но с целью, испачкался я весь, с целью, что человек занимается отоплением, может быть какие-то трубы он возит, может еще что-то, не знаю, но тема удобная. То есть, во-первых, смотрите какой бампер рифовский, сразу пошел и все, все офигенно. Ну, действительно, это надо делать в перчатках. Так что, пожелаем удачи и нам, и в будущем владельцу в своем бизнес-направлении, в своем предпринимательстве, поскольку человек уже еще раз подчеркнул строить вторую машину. Я протестировал этот автомобиль до свапа, вы сами все увидели, сами увидели, что это за мотор родной, как он едет, как он шумит, вот эта механика и вообще в целом динамика этого автомобиля. Ну, а когда мы завершим свап, поставим V8, я прокачусь и в очередной раз вам покажу, как должен ехать этот автомобиль. Хоть и здесь останется родная шумящая, гудящая раздатка, может какие-то вибрации останутся от этих криво установленных валов, но в целом комфорта у этого автомобиля будет намного больше. А на газобаллонном оборудовании, вы сами понимаете, как я уже сказал в этом ролике, этот двигатель будет кушать меньше по рублям, чем родной. Так что вот так, мы начинаем этот свап. С вами был, как всегда, Василий. Не забывайте подписываться, ставить лайки, дизлайки, как вам удобнее. Вся информация в описании, в миллионный раз говорю. Погнал я работать.